Вопрос защиты авиации от атак с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов является сегодня актуальной проблемой. Ракеты системы инфракрасного наведения представляют наибольшую опасность для низколетящих вертолетов. Данные статистики неумолимы. Почти в 90% случаев поражения летательной техники в вооруженных конфликтах происходит при попадании управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения, выпущенных при помощи ПЗРК. Существующие одиночные системы защиты, ложные тепловые цели и станции инфракрасных помех первых поколений неэффективны против современных помехозащищенных ПЗРК. Безусловно, проблема требует абсолютно нового, комплексного решения. И такое решение существует. Это уникальная в своем роде система защиты от атак ракет ПЗРК, созданная российскими разработчиками. Бортовой комплекс обороны «Президент-С». Единовременную комплексную защиту обеспечивают Станция оптико-электронных помех для защиты вертолета от поражения путем формирования направленных помех в рабочем секторе и инфракрасном диапазоне. Ультрафиолетовый пеленгатор предназначен для обнаружения факта пуска и определения координат ракет классов «Земля-воздух» и «Воздух-воздух». Аппаратура обнаружения лазерного облучения для обнаружения факта излучения, распознавания его типа и определения координат облучающих средств. Устройство управления осуществляет комплексный контроль и обработку информации, выдает совокупные команды защиты и наведение всем элементам системы. Многофункциональный пульт-индикатор и устройство выброса ложных тепловых целей. Оптико-электронная система «Президент-С» создана на основе тщательного анализа эксплуатации оборонительных систем предыдущих поколений. Уникальность «Президент-С» состоит в реализации единого алгоритма работы подсистем обнаружения и противодействия атакующим ракетам с тепловыми головками самонаведения. На данный момент аналогов комплексу «Президент-С» не существует. Это единственная на сегодня полнофункциональная система, способная обеспечить эффективную защиту вертолета от атак ПЗРК. При появлении атакующей ракеты информация о ее координатах поступает от ультрафиолетовых пеленгаторов в устройство управления, незамедлительно формирующие команды надстрел ложных тепловых целей. И одновременно команды наведения для излучателей станции оптико-электронных помех, переводящиеся в боевой режим при первом же обнаружении опасности. В то же время экипаж вертолета оповещается об атаке. Система генерирует речевое сообщение и выводит на экран многофункционального пульта индикатора графическую информацию. В результате согласованной работы всех подсистем комплекса головка самонаведения ракеты теряет истинный сигнал от цели. Эффективность оптико-электронной подсистемы «Президент-С» была подтверждена в ходе проведения полного цикла испытаний, в том числе и натурного эксперимента с реальным применением современных ПЗРК. На первом этапе натурного эксперимента вертолет был заменен макетом с точным повторением схемы размещения составных частей комплекса на вертолете Ми-8. Все пуски ракет по макету, произведенные с разных дальностей, были радикально отражены. В каждом случае промах составил свыше 100 метров. Во время второго этапа натурного эксперимента пуски боевых ракет ПЗРК производились по пришвартованному к вышке реальному вертолету с работающими двигателями. Комплекс обороны «Президент-С» доказал свою высокую эффективность и на этом этапе эксперимента, о чем красноречиво свидетельствуют кадры с места испытаний. Оптико-электронная система «Президент-С» установлена и испытана на вертолетах Ми-8 и К-50. В настоящее время проходят испытания варианты комплекса для вертолетов К-52 и К-252. При этом система универсальна. Ее архитектура позволяет адаптировать комплекс для установки на любой вертолет, в том числе иностранного производства, без потери показателей эффективности. Субтитры создавал DimaTorzok